Приветствую вас на канале Открытая Политика. Сегодня у нас первый регулярный выпуск в 2024 году. Всех поздравляю с прошедшими новогодними праздниками. Надеюсь, каникулы у всех удались. Но время неумолимо и мы вошли в Новый год. Начинаем жить, продолжать жить в этом Новом году. Надеюсь, что он окажется интересным, продуктивным и будет в лучшую сторону отличаться от 2023. Первое в 2024 году оперативное совещание правительства прошло вовремя, штатно. Правда, президиум этой оперативки правительство выглядело изрядно потрепанным и поредевшим. Назарова на оперативке не было. Хабиров явно не отдохнул. А Толкачев и вовсе был в каком-то странном экзоскелете. Как позже выяснилось, у него обострилась старая травма локтевого сустава правой руки. Он даже назвал это романтическим названием привычная травма теннисиста. Правда, не уточнил, действительно ли Константин Борисович играл в теннис в каникулы или где-то просто неловко упал. Ну, в общем, выглядел он как некий такой очень креативный киборг в, очевидно, импортном ортезе. Ради Хабиров сходу заявил, что времени на раскачку нет и, судя по всему, сразу же придется переходить к рывкам и прорывам. Он напомнил тем, кто успел забыть, что цели и задачи 2024 года он уже описал в своем обращении к Госсобранию Республики и, собственно, повторяться не намерен. Затем Хабиров, не делая никаких пауз, в режиме онлайн открыл отремонтированную школу в Белорецке. Судя по видеокадрам, школа номер 8 Белорецка открылась несколько раньше, чем случилась эта оперативка, но, собственно, это не очень смутило главу Белорецкого района Андрея Иванюту и директора школы, которые благодарили дорогого Радио Фаритовича за то, что школу смогли отремонтировать в рекордные сроки. Собственно, ремонт длился всего лишь 5 лет, и вот детишки пошли в новую светлую чистенькую школу. Продолжая слегка затянувшееся вступление, Хабиров похвастался тем, что на новогодние каникулы горнолыжный курорт Абзакова посетил светоч российской исторической науки и по совместительству помощнику Владимира Путина Владимир Мединский, который хоть и приезжал исключительно с целью покататься на лыжах, но нашел время восхититься архитектурой новой Месигутовской поликлиники. Очень хвалил башкирские власти за то, что такая архитектурная красота появляется даже в деревнях, как отметил сам Мединский. Мединскому вообще в Абзакова понравилось, он даже заявил, что теперь он ни ногой ни в какие куршавели не поедет, хотя что-то нам подсказывает, что дело тут вовсе не в превосходном снежном покрытии горнолыжных трасс Абзакова, а в чем-то другом, и судя по всему господин Мединский действительно очень долго теперь не поедет в куршавель. Однако на этом мажорный настрой оперативки и самого Хабирова внезапно закончился. Он вспомнил о том, что буквально 30 декабря перед самым Новым годом он отправился в поездку по районам Республики Башкортостан с целью триумфально открыть несколько медицинских учреждений. Мало того, что сама эта поездка закончилась трагически, министр здравоохранения Айрат Рахматуллин угодил в страшное ДТП, унесшее три жизни и уложившее самого министра здравоохранения надолго в больницу, так еще и медицинские учреждения оказались вовсе не готовы к торжественному предновогоднему открытию. Они, конечно, снаружи-то внешне были готовы, и даже можно было очень даже радио Фаритовичу пофоткаться на фоне этих красивых фасадов, но только пациентов эти медицинские учреждения принимать не могли, ввиду того, что не смонтировано оборудование, не лицензированы кабинеты, да и, собственно, даже штат некоторых из этих учреждений все еще не укомплектован. Гнев Хабирова обрушился на исполняющего обязанности министра здравоохранения Роберта Иштукова. Равий Фаритович пообещал уволить всех главврачей злосчастных больниц и поликлиник, а заодно уволить и самого Иштукова, если больницы и поликлиники в Баймаке, Верхнеустюкинске и Месигутово не начнут полноценную работу в течение ближайших 2-3 месяцев. Цитирую Хабирова, он, конечно, шумел несказанно и даже заявил, я измучился открывать эти больницы. Ну, вот так вот дословно заявил, дорогой Равий Фаритович. Странно, в общем-то, Мединскому-то понравилось, непонятно, но можно и несколько раз открыть. В принципе, галочки будут и будет что про Чайковский снимать и бегать вокруг Хабирова с микрофоном. Один раз открыл, второй раз открыл, третий раз открыл. Детишкам радость шарики надули, в Месигутово приехал глава республики. Ну, вот Хабирову разонравились такие процедуры. Несмотря ни на что, и в 2024 году мы остро нуждаемся в вашей поддержке, в поддержке подписками на канал, в поддержке комментариями, лайками и, конечно же, материальной поддержки канала. Наш канал существует исключительно на ваше пожертвование, так что не стесняйтесь, помогайте каналу теми средствами, которые считаете нужными и возможными. Сделать это можно единственно доступным способом, через расчетный счет, который мы указываем в каждом нашем видео, и через реквизиты, которые мы публикуем под каждым нашим видеороликом. Далее в лучших традициях Брежневского застоя заговорили об успехах и достижениях власти региона в борьбе с зеленым змеем. Речь, конечно же, шла вовсе не о пьянках самих чиновников, а о безответственных жителях республики Башкортостан, которые не всегда соблюдают эту меру в возлияниях. Хабиров, впрочем, благодушно отметил, что лично он никого валяющегося пьяным за все каникулы новогодние не видел, из чего сделал глубокомысленный вывод, что партии и правительства ведут свой бестолковый народ верной дорогой. В качестве примера эффективной борьбы с алкоголизмом и пьянством населения Хабиров привел опыт работы Обзелиловского района и его главы Ильдара Нафикова. Ильдар Тагирович рассказал о своей методике. Дело в том, что в благословенном Обзелиловском районе проживает примерно 10 тысяч семей. И из них примерно 5% так называемых неблагополучных. Это когда мама и папа вообще не просыхают, а дети питаются подножным кормом. Нафиков с гордостью заявил, что в районе создан некий антиалкогольный штаб, который опекает всех неблагополучных и все неблагополучные семьи. Опеку эту адресно осуществляют активисты, районные сельские депутаты и даже почтальоны. И если неблагополучные все же переступают грань социальных приличий, к ним принимаются самые решительные меры. Ведь по словам самого Нафикова, примерно 75% пожаров, убийств в случае насилия в семьях исходят именно от этих самых 454 неблагополучных семей района. В Новый год, дабы не допустить безобразия, уже запившие, как говорится, в долгу и обзелиловцы были помещены в наркологические стационары, а их дети забирали в специальные лагеря, где заботливые социальные работники, переодетые Дедушками Морозом и Снегурочками, конечно же в строгом соответствии с гендерной принадлежностью, заботились о детишках и всячески их развлекали. Ну вот такую страшноватую картинку из жизни обзелиловского района нарисовал его глава. Но Хабиров, в общем-то, иначе оценил эту ситуацию. Идея создания антиалкогольных штабов ему очень понравилась, и он как бы посоветовал всем районам республики этот опыт перенимать и создавать подобные штабы у себя. Башкортостан счастливо избежал судьбы Подмосковья, где в каникулы без отопления осталось несколько сотен многоквартирных домов. Люди были вынуждены греться на улицах у костров и, собственно, дальше и сейчас продолжают греться примерно таким же способом. Ирина Голованова торжественно отчиталась о том, что в республике за новогодние каникулы было только одно единственное отключение и то холодной воды на срок свыше 8 часов. Ну, собственно, случилось это в городе Стерльтамаке. Все оставшиеся 93 незначительные аварии были устранены, и Голованова отметила о том, что в эти новогодние каникулы количество аварий снизилось на 23% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Ну, хуже дело обстояло, конечно, с уборкой городов, улиц и дворов. Обильно выпавший снег поставил под вопрос эту уборку, и, по словам Ирины Александровны, на всю республику в этот раз приходилось только 1910 единиц коммунальной техники, способной бороться со снегом. И это при том, что на одну только УФУ по нормативам требуется свыше 2000 единиц подобной техники. Тезис о том, что господин Мавлиев провалил уборку снега в Уфе, подтвердил, собственно, и опрос, который мы провели на нашем телеграм-канале «Открытая политика», который показал нам, что 57% опрошенных оценили усилия Мавлиева как отвратительные, 17% опрошенных сказали, что уборка дворов и улиц была плохой, 15% оценили уборку снега Мавлиевым на троечку, и 4% считают, что убирали снег хорошо, 7% заявили, что Мавлиев справился на отлично. Видимо, эти 11% в сумме хорошо и отлично проживают вместе с Ратмиром Мавлиевым, где-то в ЖК «Аристократ», вокруг которого действительно не наблюдалось ни одной снежинки в эти новогодние каникулы. Кратко подвели итоги работы Министерства транспорта Республики Башкортостан в части аварийности на дорогах. За год случилось 3534 ДТП, 4265 человек в них пострадало и погибло 390 человек по предварительным данным ГИБДД, которые все еще уточняются. Примечательно, что количество ДТП, которое на самом деле превышало тот же показатель предыдущего года, почему-то в табличке Министерства транспорта сравнивалось с все тем же 2023 годом. Впрочем, Ради Хабиров никакой манипуляции цифрами не заметил, остался вот этим показателем очень доволен. Его вполне удовлетворяет то, что количество погибших не выбежало за отметку в 400 человек за год, но, впрочем, Ради Фаридович потребовал не ослаблять усилий в этом направлении. А вот работой общественного транспорта Хабиров остался недоволен. И опять шишки посыпались на бестолковую голову господина Мавлиева. Хабиров отчитал уфимские власти за обилие жалоб пассажиров на огромные интервалы между автобусными рейсами в городе. Видимо, не желая признавать то, что сам же Хабиров и инициировал, по сути, вот этот хаос с транспортом в Уфе, Ради Фаридович решил переложить бремя ответственности за эту нерешаемую проблему на бедолагу Мавлиева. Глава республики предложил Мавлиеву создать собственное транспортное предприятие, принадлежащее уфимской администрации. Ну, собственно, это, конечно, очень странное предложение. Надо понимать, что не только я, но и многие транспортные эксперты, по-настоящему эксперты, отмечают, что у уфимской мэрии для этого нет ни денег, ни необходимых компетенций. Потому идея, конечно, это изначально мертворожденная, но что-то мне подсказывает, что уфимская мэрия сейчас кинется этим заниматься, разовьет бурную деятельность, придумает какое-нибудь брендирование и даже разукрасит пару-тройку автобусов. Но вот денег на покупку этих автобусов у города точно нет. Извините, мозгов, способных организовать непростые транспортные процессы, там тоже не наблюдается. Соответственно, эта затея, конечно, обречена изначально на провал. Далее заслушали доклад генерального директора предприятия «Газпром Межрегион ГАЗ» Альберта Лукманова. Доклад об успехах газификации Республики Башкортостан. Ну, как об успехах? Доклад был скорее о том, какие претензии накопились у «Газпрома» к управленческой команде Хабирова. Господин Лукманов сообщил, что по плану газификации региона на 2021-2025 год планировалось соорудить 1055 километров газопроводов, газифицировать 181 населенный пункт, где расположено 26 тысяч домохозяйств, а также обустроить 301 газовую котельную. Но власти Республики Башкортостан не справились с задачей устройства внутри поселковых сетей, что, собственно, было изначально заложено в соглашении между регионом и «Газпромом». И «Газпром», в свою очередь, был вынужден взять на себя эти обязательства, а это на минуточку несколько миллиардов рублей. Также господин Лукманов отметил, что из рук вон плохо идет газификация котельных, которые продолжают упорно топить дровами и углем. Хабиров очень раздраженно отреагировал на эти, в общем-то, справедливые упреки, стал все валить на Минфин, на администрации районов, ну и, в общем, на всех, кроме самого себя. Собственно, Радифоридович понимал, что все его многочисленные словесные реверансы перед «Газпромом», которыми он славится, ничего не стоят по сравнению с провалом государственного проекта газификации. В отчаянии Хабиров даже поручил Морзаеву сделать так, чтобы он больше, как он выразился, не краснел перед этим самым страшным «Газпромом». Ну, понятно, Морзаев – вечная палочка-выручалочка для Хабирова, действительно человек, обладающий какими-то чрезвычайными, судя по всему, административными способностями, потому что куда его не кинут, он везде чего-нибудь отремонтирует из того, что сломал Хабиров. Но посмотрим, удастся ли в этот раз Алану Морзаеву вывести Хабирова из состояния постоянного краснения перед «Газпромом». Однако господин Лукманов был неумолим и продолжил свой разгромный доклад. Оказывается, в республике Башкортостан 142 социальных объекта – это 110 объектов образования и 32 медицинских учреждения – подлежат газификации. И до сих пор, до данного момента, эти социальные объекты топятся дровами или углем. Однако власти не торопятся модернизировать отопление социальных объектов, и только 14 из этих 142 социальных объектов сформировали заявки на газификацию. И это, как говорится, в Великой газовой державе в 21 веке. Школы и поликлиники отапливаются дровами. Ну, Хабиров совсем с них что-то там лепетал про то, что у Башкортостана один из самых высоких уровней газификации в стране и так далее, но получилось прямо, скажем, так себе. Видимо, чтобы реабилитироваться хотя бы чуть-чуть, хотя бы в собственных глазах после такого страшного разгрома от Газпрома, Хабиров внезапно стал неистово хвалить себя и Артема Ковшова за полное решение проблемы обманутых дольщиков в Республике Башкортостан. Ну, как полное? Ну, как решение? Ну, не совсем. Ну, как все у Хабирова. Однако, ради Фаритовича очень хотелось, чтобы вот все так именно и выглядело. Даже Ковшов, услышав поток дифирамбов в свой адрес, поначалу испугался и подумал, что это какой-то толстый троллинг или розыгрыш со стороны главы региона. Но потом Артем все-таки совладал с мимикой и стал подыгрывать шефу. Впрочем, выяснилось, что до окончательного решения долевого вопроса еще довольно далеко. Выплаты планируется завершить к концу февраля. Это выплаты тем, кому дом или квартиры не построят, а, как говорится, решили компенсировать. А вот по объектам, которые собираются достраивать, и вовсе, в лучшем случае, в апреле-майе люди должны получить ключи, но это, как говорится, не точно. Кроме того, дольщики массово недовольны суммами компенсаций, которые им определили по существующему законодательству. Ну, и, собственно, это неудивительно. Ведь на эти суммы, которые им выплатят в качестве компенсации, никакого жулья уже купить больше нельзя. Можно построить хорошую баню, например. Еще останется денег на будку для собачки-жучки. А вот на квартиру точно не хватит. Ну, собственно, это очень мало волновало Хабирова. Ему было крайне важно заявить, что если проблема еще и не решена, то хотя бы найдено решение, как он выразился. Интересно, а Владимиру Путина подобная форма исполнения его поручения устроит или Путину уже, в общем-то, наплевать? Завершило оперативное совещание правительства Хабиров дежурным назиданием своим подчиненным о необходимости неустанной заботы о бойцах СВО и членах их семей. При этом у Хабирова вырвалась фраза о том, что, цитирую, «люди устали». И тут, наверное, стоит согласиться с главой республики. Все мы устали действительно от того, что творится со страной. И даже официальные опросы, публикуемые официальными источниками, говорят о том, что большинство россиян в 2024 году ожидают скорейшего окончания специальной военной операции. Тут мы, как говорится, к Радио Фаритовичу всецело присоединяемся, надеемся, что он устал так же, как и мы, и надеемся, что в этом году вот это все закончится.